Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, и мы продолжаем прохождение игры Динокризис 2. Да, кстати, забыл сказать, в русской локализации данная игра была переведена к нашей студии Акела как Динокризис 2 Закат Человечества. В принципе, понятное дело, что это вольно интерпретированный перевод, но... Но, тем не менее, не могу не согласиться с ним. А вот, в предыдущей серии мы таки добежали сюда. Не знаю зачем. Хотя... Спокойно. Смотри, их уже трое. То один, то два. Воу. С тобой. Держи мою руку. Ну, вообще, не хватай мою руку. Если переводить буквально. Снимай шлем, говорю. Шлем давай сюда. Да! Ты кто? Спросила Регина. Спокойно ты, ну куда тебе все надо-то, а? Сиди ты уже. Только на людей нападать и можешь. Так. Наручники. Будем играть, выиграю. Слушай, маленькая леди. Но ты оставил мне другую выбору. Я, говорит, не хочу этого делать, но ты не оставляешь ни выбора. Она пытается освободить руки от наручников. Короче говоря, пытается сбежать. Ладно, пока ее тут, видимо, оставляем. Я надеюсь, динозавры сюда не заберутся. А то сидят маленькую девочку. Она потом отвечает. И хорошо получится. Так, ладно. Теперь у нас патронов побольше будет. Мне нравится, как Регина быстро забирается. Пистолет все равно говеный. В ходе 50-го калибра. Лучше, чем в предыдущей части, но тем не менее. Тебе же надо было додуматься, да? Да вот, в мир динозавров отправляешься и пистолетов все. Женская рука. Не начали. А, спокойно. Все. Без урона, отлично. Таким путями я... Точнее, таким способом я и вообще не стану урон получать. Так, где он там? Оу. Ха-а. Я хитрее буду. До свидания. Если, конечно, их несколько, то туда все... Видимо, он один. Сказано... было в описании к этому динозавру. Не пытайтесь драться с ним с мелко-калиберным оружием. Как вы видите, тут уже пошла разновидность именно вот таких зеленых. Они вроде как покрепче. Эк. Вроде все. Что написано? Похоже, очень, говорит, на старое предупреждение. Военная база впереди. Склад ракет. Дорога была закрыта из-за необычных ядовитых растений. Они будут уничтожены на следующей неделе. Но это мы уже читали, когда за дел наиграли. Мне кажется, знаю, куда дорога это ведет. Ну, кроме циклада ракет. Так. Короче, паста для жизни. И у нас, как вы помните, мы купили огнемет. А вот. Такие у нас пирожки скотетки. Сейчас мы будем инквизиторы. Отлично. Отлично. Кстати говоря, что тут у нас? А, лестница вниз. А, нет. Лестница, короче говоря, ведет к зараженной ядовитым газом области. Чтобы спустить вниз, вам нужен противогаз. Так, что написано? Предупреждение. Опасно. Спуск вниз заражен ядовитым газом. У вас должен быть противогаз, чтобы спуститься к складу ракет впереди. Ну, чтобы пройти к ней. Да, я не знаю. Я, кстати, вам, когда вы здесь играете, не советую уничтожать сразу все растения. Вот оставьте хотя бы одну. А, вот как вы видите, здоровье у нас не отнимается и, поскольку, ну, ничего с нами плохого не случается. А почему я не советую их все убивать? Потому что здесь будут бегать динозавры. Причем, довольно серьезные и в большом количестве. А здесь, а вот пока здесь эти растения, то есть, ничего не происходит. так что, ребята, как-то так. Что, снова с пистолетом? А, вот, собственно, этот треугольничек, про который я говорил. Просто, просто я запомнил, что был треугольничек. Возможно, в принципе, так и был. Я могу этого не помнить. Так, тут, короче, то же самое. Вообще-то. Вот это оружие у нас двуручное. Дополнительной атаки у нас нет. Он с нами фигачит. Вот так. Так, ну тут ладно. Тут уж, в принципе, уничтожили. Ничего страшного. Я надеюсь. Немножко не все еще не привыкну к управлению. Так, дверь наконец-то открыта. Максимальная комбо 11. Заработали 4 400. Так, продолжаем. Кстати, почему у нас в безопасной комнате музыка такая играет. Отлично. Так. О! Два пистолета булемета. Эй. Слушай, цены бешеные. И да, насколько я помню, огнемета может пользоваться седилом. То есть мы сейчас купили оружие одно на двоих. Давайте все-таки до него доберемся уже и вытащим федолагу. С ловушки. Так, тихо. Что же? Да сколько можно-то? Эти взрывные... Вау! Звездные войны. И побежали какие-то пацаны. Пацаны, кто-то побежали. Молодые. 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 Никого. Только маленькие динозавры. Хотя, с другой стороны, мы динозавров не встретили в этой локации. Хоть какие-то плюсы. Вау! Трицератопс и Трицератопс-Детеныш. Если они в ней не упадут. В принципе, не должны. Насколько я помню, Трицератопс это не хищники, это... травоядки. В детской энциклопедии я еще что-то помню. Вау! Не раньше, не позже. Наши старые знакомые. А! Ах ты! Так, встаем. А! Скотина! Так, у нас же есть вообще-то... Сейчас я ему устрою кровавую баню. Вон, сразу, кстати, вот это оружие хорошо тем, что оно двуручное. То есть, два автомата, две цели. А! Тварь! Так, ну че, мы, в принципе, дошли до Дилана. Давайте его спасаем. Так, ключ! Даже Дилан оставил мне. Хорошо. Раз оставил, значит... Значит, надо. А, никто. Ничего не произошло. Короче говоря, это ключ не от этого терминала. Ладно. Я так понимаю, мы идем дальше. Сколько можно-то, ребята? Вы меня сейчас так и убьете. Так... Двоих. Хорошо. Еще двое. То есть... То есть это нормально, да? В пределах нормы. Да ел моё. Мне бы какой, не знаю, там... Гатлинг или... Галд... В общем, ПВО-ОБАГМЕНТУМЕСАЛ. Отлично. А-а-а-а! Да нет. Нет. А-а-а! Изаменимое оружие, на самом деле. Видите, может сдерживать сразу троих динозавров. И при этом много патронов не ждут. Да, уж кровавая баня. А-а-а, тварь! Теперь таких узких пространств я вас не боюсь. Никого нету. Так, ладно, перезарядим-ка наши автоматики. Черт, сто очков всего лишь. Регине, конечно, задница треугольная. Ну, ладно. А-а-а... Об этом потом. Я думаю, мы пистолетом, по сути, больше пользоваться это особо не будем. Наверное. Ну, в принципе, конечно, да, посильнее, чем эти два пистолета-пулемета. Что это вообще такое-то? Это МП... Это Скорпионы или это МП-5? Я даже не могу понять, такие текстурки размытые. И даже не только не то, чтобы текстурки размыты, а вот именно сама концепция вот этих пулеметов мне непонятно. так... Более дорого. Да ну нафиг, нет. Пускай пока так. Накоплю там на две тысячи. Буду с двумя тысячами бегать. Вроде никто не идет сзади. Это прикол, конечно... со вторым оружием. Так, контрольная комната. Отлично. Клюки... Никого? Никого? И... Ключики. Так, это что такое? Руководство к платам с ключами. а это записка должна собственно объяснить как пользоваться должна объяснить как управлять контрольной комнатой ключи ну собственно цвета ночи горят цвета на панели соответствуют ключу который нам еще время каждый ключ подходит к определенному цвету замка да в целях безопасности только один ключ может быть изъят собственно только один ключ может быть изъят изъят единовременно то есть одновременно кроме того ключи охранять электронную информацию программируем как перепрограммированную каждую неделю вообще говоря все запулано по этой по этой причине ключи должны быть возвращены в контрольный ну короче говоря на панель должны быть возвращены ключиком после пользования так почитал перевел короче говоря это кормку управления записи документы отчеты динозаврах денег за всем что-то происходило больше 100 мониторов не работает так у нас кстати говоря ключ так а нам какой нужен синий или красный по моему синий так ладно я лисиники кучу и побежали так 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 все, не надо мне таких сюрпризов, пожалуйста снова без урона прошли так, тут опять наши товарищи долетают так отлично, открыли дверь Эй, почему так долго? я нашла молодую выжившую девушку она была неопооператива я привязала к батареи пошли, говорит, со мной тебя отведу к ней так, короче говоря все втроем вернулись на корабль попытайся ты, говорит, расслабиться-то наконец что с тобой не так? ты же выживший, да? пожалуйста, ты здесь, чтобы помочь как твой имя? где все остальные? где твоя семья? Регина тебе лучше прийти и видеть это тебе, говорит, лучше пойти и посмотреть это корабля кто, говорит, разбомбил это место? это не динозавры кто-то должен приехать сюда и уничтожить все компьютеры и уничтожить все все раздолбали активирование для двери тоже мы не можем вернуться к нашему времени мы должны были эти люди с их силами они также дамали двигатель мы можем даже двигать наш корабль мы можем даже двигаться нашу корабль хорошо нам нужно найти в этом мире что-то, чтобы мы могли починить двигателя и ворот, и врата времени эй эй перед тем как ты уйдешь 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 присмотри за девчонкой пристигни я здесь, чтобы помочь тебе, успокойся ты уже lookis gotta make sure you don't escape во вслужник trust me мы здесь все хотим убежать отсюда доверься мне что ты за ее успокоишь эй эх что ты делаешь, а? стоп 100 хорошо заканчивал в чем дело не надо дергать трубуку оторвешь с газом вообще к чертой матери к марте матери корабль взлетит на лодку хорош ее глаза пытаются что-то сказал короче сказать автопилот что ли господи автопилот судно на воздушной подушке в нем нет программы пункта назначения тем более мы как мы не можем начать до того а собственно мы ведь не можем двигаться до того как не не введем программу собственно для автопилота поэтому вы не сможете начать пока двигатель починить как у нас вообще есть хочу у нас тут чё почем ладно принципе я думаю 600 патронов за глаза и за уши хоть о тяжелое лезвие увеличит убойную силу мачете дилана да я выкупил но у меня экстинкшен поэнтс патроны вы эти очки бит инстинкта так сохранимся и мы снова играем за дилана вот такие нас а пирожки так ну что давайте собственно направляться опять в джунгли на этот раз кстати если мы в мире динозавров то почему наш корабль до сих пор не напала ни одна подводная тварь я же уверен они тут плавают вокруг а скорострельное оружие с зубой с хорошей убойной силы там просто писали спал я добыл бтр специально для этого корабля господи боже дела вот и не знаю я буду на батареи ездить так горючее стопливо все сказал то почки вода внутри возможно как используется в этих случаях хорошо так ну допустим я знаю для чего нам антенна и сигнальные огни а вот для чего нам вот эти пушки впереди это дымовая завеса или что это те кто разбираешься такие пишите в комментариях чего это сзади бутера стекла нет поломались двигатель довольно большие как обычно судно на воздушной подушке то есть вентиляторы вау я пошел Смотри, кто бегает. Плохой, да? Погоди, а как он прошёл? Что, он сквозь прошёл? Маленький, говорит, ручеёк, скала. Листья, говорит, и другие мелкие предметы просочились. Ну, короче, говори, листва и мелкие предметы сквозь него протекают, отсеиваются. Так, а если я не ошибаюсь, тут был контейнер. Дорогим его нельзя. А, я вижу систему автопринцеринга. Так, а теперь мы, кстати, сможем же попасть куда? Вот дальше. Куда, где у нас ядовитый раститель. Как я понимаю. Эй, как жалко, конечно, что. Упусили. Ура. Вон, бегают. Малявки. Ну, не малявки, но... Воу. Ну, он так идёт, ему как будто кофе, да, что тут люди бегают? Ну, мне кажется, когда он ходит, он всегда в одиночестве, потому что мало кто додумается бояться тирексов. Вообще, а кто эти вообще лестницы посреди джунглей осталось интересным? Ну, понятное дело, что солдаты, скорее всего, которые были здесь, то есть, которые попали в прошлом. И, кто, по-моему, выпускает ещё один? Ура! 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 Ну, наверное, я не могу больше, ура! 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 Довольно хороший бонус дает за то, что нет урона. Если бы полная часть казака потратить на прошлые времена, то нужно набрать вот эти очки и раскачаться. Хорошо, кстати, вот именно в этой игре мне нравится то, что не надо за каждым патроном следовать. То есть патроном больше, патроном меньше. Без разницы особо. Ах! Не знаю, что что-то. Фик. Мачета все-таки я прокачал. Что-то такой опорный-то. Все. Отмучился. Что-то какая-то у нас музыка, кстати, такая грустненькая пошла. Почему бы это? Вроде бы наоборот. Живи да радуйся жизни. Как бы нет. Так, пойдем сюда. Надо было оставить пару больше растений, чтобы не было динозавров. было бы попроще. Догадался. Ну ладно. А! Что ж ты? Ох, какие упоры-то это, а? Втроем, как коп. На районе. Вы можете. Засранцы. Стоп. Выскочил. И где они тут, интересно, есть эти товарищи? Черт. Так. Короче говоря, яд. Ну ж пусть тут будет немножко яду, чем это черта динозавр. По крайней мере, я так считаю, какие-то болота прям интересные. Вот тоже так подумаю. Вроде бы 2D задники, а нарисовано все довольно красиво. Ну то есть и руки прямые у авторов и выборов. Ну сейчас прямые. Попалки. Так, вроде никого. Так, вот преследовательская комната. Так, а, а, да, у нас тут. Наш только товарищ. Ага, мы сюда идем. Ты спустился, а я поднялся. В принципе, сейчас его даже с дробовиком, в принципе, не полезно пить. То есть нужно что-то повесомее. Ну, раза в три четыре. Так, что-то подключиться надо. Давай, что-то бегаю, бегаю сейчас. Так, будет полздоровья. Хорошо. Отъехали. Вроде все. Так. Прорубили себе дверь. Точнее, путь через дверь. Какое эхо такое. На мертвом теле повсюду, говорит, следы, ну, собственно, повсюду, говорит, маленькие эти порезы. Он говорит, должно быть, был атакован целой армией этих малявок. Короче говоря, это был главный вход на базу исследовательскую. Ну, теперь он заблокирован быстро растущими джунглями. Тут тоже на второй этаж мы не попадаем. А, что такое? Тихо. В чем дело? Вау! Что это такое? Ох ты, какой ты... Противный, да? Всем гребешком. Еще и трое. Все как двух, как будто все по трое. Дерайте-то вообще быстро. Я помню. О, смотри, как. Партур! Ой, это вообще... Это фигаски не воевать. Они плюются еще и стойки. Просто. Двойной капец. Но зато они доходят по удару, через одного сила. Кто на замок? Вам нужна карточка. Про карточку-то я помню. То есть, видите, шаг в сторону, и всё. Предмет не используется. А ведь мог пройти без... Без улона. Так, и дверь закрылась за нами. Жалко. Комната генераторная, короче. Так, терминал для открытия и закрытия вентиляции. Будете работать, да? Пожалуй, мало ли что там прилезет в эту вентиляцию. Ух ты. Динозавр, говорит, устроил себе здесь гнездо. Лучше, говорит, не трогать его. Ну да, в принципе, я согласен. Потому что сейчас начнётся раскалывание яиц, и прибегут сразу 10 динозавров. От этого легче не будет. Ну, генераторы, понятное дело, они тут все ржавые уже вообще. То есть, их уже не запустишь. Так, записи исследователей. Восстановление, говорит, ворот времени, похоже, неуполнимо с тем, что... С тем, говорит, ограни... Огра... 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 С тем количеством инструментов, которые мы имеем при себе в этом мире. Сегодня мы провели ещё один, собственно, неутешительный эксперимент. Как бы там ни было... Часть инструментов, собственно, осталась после эксперимента. Одну неделю назад транспортная команда, которую возглавлял лейтенант Вульф... Должен... А, точнее, говорит, у нас, говорит, не хватало этих инструментов. Неделю, говорит, назад транспортная команда, которую возглавлял лейтенант Вульф, должна была нам доставить необходимые для этого эксперимента инструменты. Они, собственно, не прибыли так к нам. Что-то, говорит, случилось на военной фабрике, скорее всего. Мы, говорит, всё ещё не можем установить связь с ними. Короче говоря, если мы хотим продолжить эксперимент, там необходимо добраться до склада ракет на другой стороне моста. Но мост был уничтожен во время одной из битв с кем-то. С динозаврами, как я понимаю. С другой стороны, есть проход к складу ракет через опасную ядовитую зону. Слишком опасно идти туда. Так, ну вот, собственно, это, видимо, склад ракет. Мост мы туда видели. А, к сожалению, забраться внутрь у нас не получилось. Так. Чего ещё заберёмся? Я думаю. В конце концов. Так. Ещё одна кладка динозавров. Куда мы забрались, блин? Так. Этот терминал использовался доктором. Нету энергии. Без энергии, говорит, не поймёшь, что было... Какие данные хранились на этом компьютере. Так. Медпак. Взяли. Говорит, по какой-то причине там положена металлическая ложка, что ли, внутри этого ящика. Будете его открывать, да? Что-то внутри. А, вы нашли новый динафайл. Компрос Агнатус. Господи. Небольшой ящер. Длина 1,2 метра. Высота полметра. Коммонли известен как Компи. Короче говоря, эти динозавры представляют у себя что-то вроде маленькой такой общины. И они больше предрасположены к людям. То есть, они живут вокруг комплекса. И, по сути, не представляют никакой опасности. И, говорит, глаза похожи на глаза птиц. То есть, чем-то они похожи на птиц. Они, говорит, начали, собственно, посещать наш исследовательский комплекс. Они, собственно, выискивают маленькие блестящие металлические предметы. И несут их в свои яйца. Ой, господи. В свои эти, вкладки. Гнезда, короче говоря. То есть, они вокруг комплекса стали жить и свивать себе гнезда здесь. Вот они стали еще и воровать предметы. Это, говорит, приводит к небольшим, говорит, проблемам внутри нашего комплекса. Боевые рекомендации. Боевые рекомендации. Ну, собственно, как ни было замечено случаев, чтобы они нападали на людей. Как бы там ни было, мы думаем, что... Они достаточно маленькие и достаточно умные, чтобы не связываться с солдатами. Ну да. В принципе, наверное, ума хватает. Вы можете, говорит, использовать эту клетку для ловли небольших животных. Маленький мертвый динозавр внутри. Клетка закрыта, вы ее не откроете. Так. Понятно. Видимо, они их тут ловили, что ли. Или что они тут с ними делали? Раскладушка. Медицинский шкафчик. Внутри всякие разные... Баночки. Ничего полезного. Ладно. Так, у нас тут еще динафайл. Или нет? Что это? Записки исследователя. 25 марта. Не так давно многие из парней начали говорить о том, что пропадают их вещи. В особенности пропадают маленькие предметы, которые похожи, скажем, на ручные... На маленькие ручные, скажем, зеркала, бинокли и так далее. Ну, очки, я не знаю, что это, вот сейчас. Бинокль, может. В один день... Ну, говорит, просто в один день мой... Мой, говорит, серебряный, что ли, рокет, это что такое? Серебряная ракета, я не знаю, что это. Короче говоря, серебряный предмет был, говорит, утащен. Судя, говорит, по всему, это работа тех маленьких динозавров. Говорит, мы их назвали компи или что-то вроде того. Так, вот, собственно, кадр с камеры наблюдения. Вот они тут шарятся. Так, апрель. Третье апреля. Сегодня я... Слышал интересную историю. Вороны и другие птицы также коллекционируют блестящие штучки, то есть предметы. Похоже на то, что компи могут иметь... Ну, собственно, могут быть далёкими предками этих самых птиц. Многие штуки, которые они... Ну, многие штуки, которые утащили, мы нашли в их гнёздах. Судя по всему, говорит, их поведение очень похоже на поведение птиц. Возможно, они их... Ну, собственно, являются их прямыми предками. А также, говорит, мы... Хотели их поймать, но, говорит, не смогли ни одного из них поймать, потому что они очень быстрые и юркие. Но если, говорит, вы будете использовать какую-нибудь приманку или наживку, чтобы поймать их в клетку, возможно. Так, 6 апреля. Мы использовали клетку для лабораторных животных, и мы смогли, наконец-таки, поймать одного из них. Мы использовали браслет Алана, чтобы заманить его в ловушку. Говорит, ключ к тому, чтобы поймать его, это заблокировать все возможные пути отхода. Если, говорит, останется хотя бы одна маленькая дырочка, то он все равно сможет убежать. Так. Короче говоря, наш план состоит в том, чтобы использовать клетки и переловить их так, насколько это возможно. Короче, говорит, ящери, которые ими питаются, уже, говорит, начинают подходить к фабрике. Компус или что-то вроде того. Говорит, остается, говорит, чуть больше двух недель, после того, как главный, ну, собственно, исследовательский персонал сможет, наконец-таки, перебраться в Эдвард Сити. До тех пор нам нужно возвести первоклассную защиту от динозавров на нашей фабрике. Ну, как вы понимаете, дело повернулось хреново. То есть, ничего у них не получилось. Микроскопы какие-то там еще принадлежности на столе. Так, ну что, на сегодня, думаю, серию можно заканчивать. В следующей серии пойдем дальше. Вот. На момент, кстати, записи этой серии я сделал уже предзаказ игры Doberox.com The Disclass Field. Кстати, довольно неплохая акция была в Steam, я скажу вам. За 700, ну, сколько, 719 рублей, по сути, вы ну, могли предзаказать, ну, когда эта серия выйдет, там уже игра давным-давно выйдет. Вот. Вы можете, вы могли предзаказать за эту цену саму игру. То есть, там, бонусы к ней всякие разные. А потом бесплатную копию Spec of the Line. Тоже довольно крутая игра, несмотря на то, что это прямо линейный шутер. Довольно глубокий. Глубокий сюжет там. Такой вот именно интересный. Но об этом потом. И еще, собственно, антологию всех игр XCOM вам в подарок еще дают. По сути, ну, за 700 с лишним рублей это вы получаете, сейчас скажу, ну, где-то 7, наверное, даже 8 игр. То есть, по 100 рублей считай за игру, даже меньше. Ну, где-то около того. По-моему, весьма честное предложение. Как ни странно, в самом Steam. Ну, ладно, в принципе, давайте на этом заканчивать игру. Всем большое спасибо за внимание. В следующей серии уже продолжим исследовать исследовательский центр. И посмотрим, что же тут за маленькие динозавры живут. Вот. Так что всем большое спасибо за внимание. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал обязательно. Вступаем в группу ВКонтакте. Вступаем в группу в Steam. Вот. С вами был Павел. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok